Встретились мы с моей подписчицей Машенькой. Это та девушка, которая мужественно решила взять для, не для себя, а для своей сестры, нет, для сестры мужа, нашу дуську. И вот как раз вот та ситуация, когда я ехала на дачу, мерзла там, искала эту дуську несколько часов. Ну и, короче, мы ее там мыли, дома мы ее мыли, мы ее сушили, Максимка ее сушил. Ну и вот теперь передача той самой сумки Дуськиной. А сейчас мы гуляем в парке. Есть столько много уток. Маш, пойдем туда сходим с лужиками, такое ощущение, что они, я не знаю, какой-то вот есть фильм Хичкока, когда там, короче, фильм, когда, знаешь, там эти самые животные лезут, ползут. Так вот я сейчас смотрю, вот эти утки идут на корм. Чего-то их так много-то. Девчонок, так что, чего вы ждете еды? Слушайте-ка, ну, мамочки, я уже боюсь, они на меня наступают. Слушайте-ка, нашествие, они просто обступили, я даже не знаю, что делать. Они так рядышком, прям совсем. Ну, а что-то мы не догадались. Мы не догадались. Смотри, прям вообще в плотную подошли. Так, интервью, вам плохо здесь? Ну, рассказывай, рассказывай. Слушай-ка, Маша, надо за хлебом сбегать, а? Пошли за хлебом, что ли? Не надо сидеть. Сейчас. В магазине какой-то будет. В России у нас, там, как приклеить. Такое, да, 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 да. Нет, они даже не просто. Они просто, нет, вот, слава богу, разошлись. Мне такое ощущение, что они прям, они меня отступают. Отступают. Иди, попиши хлебушку, чтобы вы голодные. Дайте клинюшку. Дайте клинюшку. Ну, да, 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 мы слышим вас. Маш, кормим. Не кормлю. Не снимаю. А, ты снимаешь. А, ты же не взяла. Ну, да. Можем ходить в пиццерию, а потом с остатками пить. Что, не доедим? Да. Хорошо. Короче, мы уток не докормили. Сами пришли кормиться. Пиццерия, Рома, да? Все, взяли чай. Я взяла себе там, тоже что-то перекусить. Машенька взяла себе пиццу. Так что, греемся. Вот, Машенька, вот такую пиццу. Нет, я сухарики. Не будете? Нет, я сегодня на диете. Я ем сухари с чесноком. Шучу, конечно, не диета. Ну, как-то вот. Так, что я хотела от тебя услышать, Машенька. Как ты, сколько ты круизов за всю жизнь уже... За мои 13 лет. За твои 13 лет, да? Сколько ты в круизах побыла? 13 лет я в круизах уже, до 2004 года. Подожди. Ты 13 лет была в круизах. Ну, да. Это 13-ая инвендация. У меня есть любимая компания. Вот с ней я 33 круиза уже совершила. Всего за 13 лет 53 круиза. За 13 лет 53 круиза. Девушке сколько наше лет? Не скажу. Ну, все равно. Даже так хорошо, не будем говорить сколько. Ну, понятно, по внешности. Девушка у нас молодая, Машенька. 53. Ну, там по-разному получалось. Там начиналось всего с двух круизов в год. Где-то так. А потом были годы 5 круизов. Ну, 4-5 круизов. Они были небольшие, некоторые. То есть, были на выходные всего. С пятницы до воскресенья. Были и на неделю. Ну, самый длинный круиз это у нас был в каком году-то? В 2009 году. Это был круиз в Казань. И он был 11-дневный. Что-то самое длинное. 11 дней. Я бы не выдержала. Я вообще хочу в Ростов-на-Дону. Там 23 дня. А что ты делаешь в круизах? Вот представляешь себе, вот отчаливает теплоход пристани. Все. Ты в каюте. Ты спишь в каюте? Я мало там сплю в каюте, потому что я хожу только с компанией «Водоход». Реклама. Отлично. Которая нам платит сейчас. Да, надеюсь. И, в общем, там даже я иногда не успеваю на палубе постоять, полюбоваться просторами, потому что у них постоянно программа такая вот развлекательная на борту. То есть они даже отправляются не просто так, а всех приглашают на солнечную палубу. Это приветственный капитанский коктейль. То есть раздают всем шарики сначала. Воздушные? Да, воздушные шарики раздают. И все по команде загадывают желания и отпускают их в небо. Очень красиво. Да, потом приходит капитан с командой и знакомят, что вот это капитан, вот это директор круиза, директор ресторана и раздают бокал шампанского. Детям раздают сок. Я не пью, я тоже беру сок. А, понятно. Тебе приравняли к детям. Да. И потом проходит капитан, со всеми чокается, здоровается с каждым и все. Он, соответственно, отправляется на свое рабочее место, как говорят. Дальше, скорее всего, начинается обед обычно. Он длится где-то час. После него продолжение программы. То есть кто-то хочет погулять, но там не погуляешь особо, потому что там либо роспись по дереву, например, матрешки разукрашиваем. Мастер-класс. Мастер-класс. Какие-нибудь, я поняла. Либо там какие-то платочки, как завязывать. Потом, что бывает музыкальная гостиная называется. Там играют на рояле, на фортепиано. Может начаться шоу. Играет баян. Кто любит петь песни, их приглашает туда. Может начаться мастер-класс по танцам. Очень часто у нас на борту танцевальные какие-то коллективы, что мы там только не учили. И сальсу, и мамбу, и восточные танцы, и зумбу. Очень много всего. Слушай, получается, прям целая жизнь на теплоходе, да? Там она вертится, крутится, ты не успеваешь. В последний день уже смотришь, а крутится, закончился. А я на теплоходе, как бы, зачем? Я хотела полюбоваться с борта, там, просторами. А тут, значит, танцы, тут у меня это, тут у меня шахматы. У меня бывает, да, да, да. У меня бывает, что я ношусь. У меня мероприятие в программе, я бегу туда. Сначала типа вот на корму, и уже, а, уже обед, уже скорее туда. То есть, постоянно такая жизнь насыщенная. Мы даже говорим, зачем так много в программе всего ставить, если мы даже не можем отдохнуть. Вот там постоянно. А, для детей, кстати, там отдельно мероприятия проходят. То есть, у них есть детская игровая комната, у них есть воспитатели. И у них свои рисовашки, танцы, всякие игры, всякие квесты по теплоходу они бегают. Иногда им устраивают детский праздник со всякими впустяшками. Так, так что там дети отдельно. То есть, у них тоже программа, у них там сказка на ночь. Как ты сказала? У кого-то есть комочек нервов, а у меня комочек счастья. Маханьки, тепленькие, пушистые. Я так поняла, что это монтаж. Дети выросли. Комочки подросли. Комочки подросли. Счастье. Нет, они же такие же. Там вот пушкотшина у меня лезет. Максимка, помоги, комочек счастья. Комочки стали расползаться. Да, малявки. Иди сюда. Комочек. Скоро раздам эти комочки. Эй, крошки. Прыг. Все, один спрыгнул. Это кошка, это кошечка. Девочка, кошечка. Сама, сама, сама. Сейчас навернется. Ой, нет, не навернется. Мам, не надо. Придется разбирать. Смотри, какой он лапочка. Выбираю ему имя. Или Антонио Бандерас, или Коламбия Пикчерс. Коламбия. Вот прям не представляет. Да? Пикчерс, надо назвать. Пикчерс. 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 Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, друзья, раздаю сегодня котят. Двоих уже взяли. И вот нашлась добрая душа, которая берет котелочка. Как назовете? Как назовем, мам? Думай. Сейчас подумаем. Так что не выбросили котят, отдали в добрые руки. И я теперь буду не всегда навещать их. Ладно, буду на вас навещать. Приеду. Там уже в сентябре. Похоже. Так что все, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, да. Ну все, друзья. Отдала троих котят. Приеду в середине сентября навещу. Спасибо вам большое. Вот такие потрясающие цветы. Первый цвет в сентябрю, да? Спасибо вам большое.